Всем привет, с вами Ети. Сейчас я хотел бы провести довольно сложную работу для вас и оценить, кто же был прав всё-таки в противостоянии доктора Егорова и Бориса Цацулина. Для тех, кто не знает, у них была небольшая перепалка, которая касалась их подхода к теме похудения с точки зрения диеты, что необходимо на самом деле. То есть у них были абсолютно разные тезисы, они пытались опровергать их и так далее. Сейчас мы постараемся оценить всё непредвзято и понять, кто же был прав на самом деле. Каждый тезис буду оценивать лично я и выставлять им оценки. Давайте, поехали. Сразу переходим к просмотру. Начинаем с ролика врача Егорова и будем смотреть ролик, который ему в ответ снял Борис Цацулин перед этим. Давайте, поехали. К большому количеству людей вот эта вся информация интересна. Интриги, скандалы, расследования. Ну что ж, давайте поиграем в РЕН-ТВ, как сказал сам Борис. Поиграем, посмотрим, у кого же на канале РЕН-ТВ, а у кого не РЕН-ТВ. Итак, друзья, Борис начал с того, что первый мой тезис, который касался калорий, калории, это та информация, которая красной нитью проходит через весь его блог. Я про это сказал в предыдущем своем ролике. Борис от этого открестился и высказался примерно вот так. Тезис доктора заключается в том, что я говорю, что калории имеют значение, а белки, жиры, углеводы значения не имеют, и их пропорция тоже. Идея, что калории это вот мана небесная, и нужно нам прежде всего на калории не держаться. Я часто слышу заявления, что только калории это важно. Не только в этом ролике, но и во всех других роликах Бориса он на первом месте, это самый главный тезис. И, мол, я об этом говорил, но я об этом не говорил. Вы слышите такие заявления от тех, кто пытается критиковать мои материалы. И он сказал, что я транслирую этот тезис из ролика в ролик. Так вот, из ролика в ролик я транслирую как раз совсем другой тезис. Ну что ж, друзья, я не поленился. Я не поленился и поискал. Пришлось пересмотреть кучу роликов. И вот, что говорил Борис в других своих роликах. И какие выводы он делал, внимательно послушайте. Главный враг – это избыток калорий, а не инсулин вовсе. Первый тезис. Потребляйте совершенно любую пищу. И самое главное – калорийность. Да, совершенно верно. В первую очередь нужно было бы ограничивать потребление калорий. Это самое главное. Диета – не нагрузки. Отслеживание калорий – это жизненно важный процесс. Оценивать углеводы и продукты, содержащие углеводы, нужно в первую очередь по калорийности и по степени насыщаемости. Но, к сожалению, ваш вес не изменится, потому что вы забываете о самом главном – о калорийности питания. Самое главное – это то, сколько калорий поступает в течение дня и сколько энергии тратится организму в течение дня. Больше ешь – набираешь. Хоть на ПГ, хоть на любом типе питания. Он может просто уменьшать количество потребляемых калорий, не меняя структуру диеты. Демонстрация важности потребления калорий, независимо от источника. Если вы хотите сбросить вес, вам нужно просто уменьшить потребление калорий и поддерживать дефицит энергии до тех пор, пока вы не достигнете желаемой потери веса. Конечно же, Борис сделал вставки из других своих роликов, где он также говорит про БЖУ. Но, друзья, хочу обратить внимание, что эта информация про БЖУ, она за все его ролики, ну, порядка там нескольких процентов. То есть у нас идет ролик, например, получасовой, и да, он может обволоваться, что БЖУ также важно. Но вы обратите внимание, что он говорит вот здесь. Во-первых, мы можем есть, в принципе, любые продукты, не избегать продуктов правильного питания, которых на самом деле не существует. Он может просто уменьшать количество потребляемых калорий, не меняя структуру диеты. Мы можем есть любую еду вот здесь. Демонстрация важности потребления калорий, независимо от источника. Не важно, какую еду вы едите, пожалуйста, главное калорий. Соответственно, уже вот первый вот этот, первый вот этот момент характеризует Бориса как мастера переобуться, когда ему это выгодно. Итак, в общем, мы услышали первый тезис, который заключается в том, что Борис Цацулин всегда делает ставку на калории и не считает нужным говорить про БЖУ. Давайте послушаем, как это было в оригинале, в ролике Цацулина, и постараемся сравнить то, что говорит док, и то, что говорил Цацулин в своем ролике, когда делал ему ответ. Приветствую вас, друзья, меня зовут Цацулин Борис, и вы находитесь на видеоканале проекта СМТ «Научный подход». Это бессменная рубрика «Борис отвечает», где я отвечаю на вопросы зрителей, подписчиков, даю комментарии, смотрю и читаю все комментарии, а также отвечаю на вопросы в социальных сетях. И сегодня Борис ответит недоброжелателям. Что же снял Борис? Итак, друзья. Настя OneLove отметила мой профиль в Инстаграм и пишет. А мини аж трясеет за эту пропаганду главная калория? Девушку аж трясет, если трясет, это плохо, значит, все-таки углеводов не хватает. А трясет за пропаганду главная калория. Что же вы живете эту жизнь, чтобы худеть или чтобы быть красивым и бодрым? Обожаю YouTube за то, что типа разной информации есть. Умное опровержение от доктора Егорова на ролик о том, что от углеводов толстеет. Он вышел буквально несколько дней назад из последних роликов Бориса Цацулина. Это достаточно известный блогер. И о том, необходимо ли урезать именно углеводы для того, чтобы менять композицию тела и менять общую калорийность рациона. Кето-диеты, все здесь, в уголке, можете посмотреть. И один из тезисов доктора был следующий. Борис всегда говорил, что калории на первом месте, а уже все остальное где-то там. Тезис доктора заключается в том, что я говорю, что калории имеют значение, а белки, жиры, углеводы значения не имеют. Их пропорция тоже. Идея, что калории это манна небесная, и нужно нам прежде всего на калории не теряется. Я часто слышу заявления, что только калории это важно. Не только в этом ролике, но и во всех других роликах Бориса он на первом месте. Это самый главный тезис. И мол, я об этом говорил. Но я об этом не говорил. Вы слышите такие заявления от тех, кто пытается критиковать мои материалы. Он для того, чтобы критиковать мои тезисы, не использует мои тезисы. Он использует свои тезисы. То есть, он рассказывает, что говорил я. Он создал так называемое соломенное чучело. Это когда критикуется не тезис оппонента, то есть, мой тезис, а используется собственный выдуманный тезис. И поэтому я вывожу десятки отрывков из моих разных роликов, где я говорил, что имеют значение белки, жиры, углеводы. И важна их пропорция. На мой взгляд, в 21 веке говорить, что главная калорийность в отрыве от нутриентов, то это как-то глупо. То есть, нужно очень четко разграничивать эти понятия. Тезис. Вы можете есть, что хотите. Главное, вписывайтесь в калорийность, соблюдайте дефицит. Это не все. Пропорции белков, жиров, углеводов, всего остального, макро-микроэлементы. Называется уравнением баланса энергии. Оно не может нам дать достаточной информации про композицию тела. На который влияют самые различные вещи. Уровень половых гормонов, потребление макронутриентов. Борис всегда говорил, что калории на первом месте. Помимо потребления нормы белка, нужно еще полностью себя обеспечивать по углеводам и жирам. Об этом забывают. О жирах особенности, углеводы в том числе. И поэтому нормы для них тоже не работают. Потому что калораж тоже должен учитываться. Всегда говорил, что калории на первом месте. Поэтому я не рекомендую исследовать никакой диете, пока вы не разберетесь с простыми принципами. Контроль потребления калорий, нормы потребления белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Идея, что калории это манна небесная, и нужно нам прежде всего на калории не держаться. И он сказал, что я транслирую этот тезис из ролика в ролик. Так вот, из ролика в ролик я транслирую как раз совсем другой тезис. И объясняю людям, которые не хотят смотреть ролики. Которые слушают трактовки, трактовок от других людей, которые где-то что-то услышали, прочитали в комментариях. Давайте остановимся на данном моменте. Тут настолько сложно оценивать эту ситуацию, что если по факту, то я понимаю прекрасно, что говорит один и что говорит второй. То есть, в данном случае Борис Цацулин прицепился к слову «всегда». То есть, тезис врача Егорова заключался в том, что Борис Цацулин всегда говорит, что решают именно калории. Но Борис Цацулин привел свои вставки, в которых он показал, что он не всегда так говорит, а говорит еще что-то. Ну, какая разница, сколько раз, как часто и так далее. Тем самым Борис Цацулин на самом деле легко опроверг аргумент врача Егорова. И как раз-таки тут ключевое слово «всегда». Если бы врач Егоров сказал, что чаще, например, или там в 90% случаев, то он бы, скорее всего, был прав и я бы его в этом поддержал. Но он сказал, что Борис Цацулин так говорит всегда. И по факту Борис Цацулин, в принципе, сделал вставки и сказал, что нет, не всегда. Ну вот, посмотрите сами. Не всегда я так говорю. Еще я иногда говорю про БЖУ. Так вот, в чем на самом деле суть? Что в большинстве роликов Борис Цацулин действительно говорит именно про калорийность на первом месте. Почему так? Потому что большая часть его роликов, они уже не про похудение. То есть, когда он разбирает, как похудеть, он там уточняет всякие микродетали этого процесса. И говорит, что важна физактивность, важны БЖУ, важны уровни гормонов, если у вас есть какие-то отклонения и прочее. Но когда он касается темы, например, инсулиновой гипотезы и пытается ее опровергнуть, то понятное дело, что он будет, ну как бы, что-то противопоставлять данному утверждению. Например, утверждение о том, что люди жиреют от инсулина. И там можно найти огромное количество несостыковок. И, естественно, показать, что при профиците калорий, например, человек все равно будет набирать, независимо от того, что у него низкий будет уровень инсулина. Или наоборот, на высоком уровне инсулина человек будет прекрасно сушиться. Но когда у него будет дефицит калорий. Этот пример и совокупность результатов исследований как раз позволят перевести внимание аудитории от проблемы повышенного инсулина к калориям. Что, на мой взгляд, важнее. То есть, обратить внимание на калории гораздо важнее, чем разбираться в гормонах и говорить, что они регулируют наш метаболизм и так далее. Потому что в отрыве от калорий об этом рассуждать нельзя. Я думаю, прекрасно понятно, да? То есть, если вы теряете вес, это говорит о том, что вы находитесь в дефиците энергии. Вы не можете на избытке гормонов, находясь в профиците энергии, скидывать. То есть, если вы набираете, вы в профиците. Если вы уменьшаетесь по массе тела, вы в дефиците. Вот такая ситуация. Другого не дано. Да, есть еще небольшие изменения за счет воды, которых можно достигнуть в рамках недели. И, допустим, если вы теряете воду, 5 кг воды за счет того, что урезали натрий, то вот эти потерянные 5 кг жидкости, они не всегда означают, что вы находитесь в дефиците энергии. Вы можете, находясь в профиците, то же самое сделать. Но когда мы касаемся темы потерь жира, то по факту нам необходимо израсходовать энергию, чтобы она ушла из нашего тела. И поэтому, когда он ставит калории на первое место, ну, по крайней мере, выше гормонов, на мой взгляд, это адекватная позиция. БЖУ, безусловно, важны и полезны. Но они же все равно будут идти на втором месте. Ведь вы согласитесь, даже если вы не будете считать калории, а будете считать только БЖУ, вы в любом случае подразумеваете, что калории никуда не деваются. И вы все равно находитесь в дефиците энергии. Поэтому дефицит энергии, он идет как саму собой разумеющуюся. А значит, он идет, в принципе, на первом месте. А на втором месте идет уже БЖУ. И тогда вы после того, как вы понимаете, что вы находитесь в дефиците энергии, вы уже регулируете таким образом БЖУ. Потому что, ну, я вас огорчу, в профиците энергии нельзя худеть. Это невозможно. Какой бы БЖУ у вас не был идеальный. В профиците энергии вы худеть не будете. Если вы худеете, значит, скорее всего, вы в дефиците энергии. Либо вы тупо теряете воду. Потому что другого просто быть не может. Поэтому дефицит энергии, он первостепенен в вопросах похудения. Ну, именно если мы касаемся именно всяких физиологических моментов, а не способов поддержания данного режима, да, когда мы говорим, что человек может сорваться и прочее. Почему на практике ожирение не лечится? В отличие от теории, когда мы просто урезаем калории, и человек худеет. Как не считайте БЖУ, насколько вы не сделаете оптимальным рацион, вы не сможете таким образом терять вес, если не будете находиться в дефиците энергии. Напомню вам. Поэтому действительно калорийность идет на первом месте. Хотя человеку, чтобы худеть нормально, правильно не терять мышечную массу, нужно учитывать еще и БЖУ. Поэтому мне сложно принять здесь решение, но все-таки я считаю, что Борис Цацулин был более корректен. Ну, то есть он объяснил по факту, почему он так делает, и почему он ссылается чаще всего на калорийность, когда разбирает именно какие-то мифы. Почему он это делает? Потому что это проще для понимания. И тезис врача Егорова был не совсем корректен о том, что Борис Цацулин всегда говорит только про калории, и Цацулин смог это опровергнуть, поэтому извиняюсь, но первый балл я отдаю все-таки Борису Цацулину, и считаю данную претензию несостоятельной. То есть для тех, кто не понял, я хотел сказать, что важно учитывать БЖУ после того, как вы учли калорийность, а поэтому калорийность можно поставить на первое место. И даже учитывая БЖУ, вы в любом случае знаете о том, что вы будете в дефиците энергии, чтобы сохнуть. Поэтому даже если вы вывели какую-то формулу, которая от калорийности не зависит, вы в любом случае учитываете тот факт, что вы недополучаете какой-то конкретный нутриент. То есть углеводы вы там режете, или жиры, или и то, и другое. Без разницы, вы в любом случае что-то режете. То есть вы создаете дефицит энергии. И дефицит энергии принято считать выраженный в калории. То есть невыраженный в виде белка, жиров или углеводов. Ну, кстати, хочу сказать, что я снимал тоже разоблачение на один из роликов Бориса Цацулина, как раз в котором он нигде не уточнял, что все-таки БЖУ решают. То есть у него был ролик, подчистую в котором было сказано только про калорийность. И было много на самом деле, что опровергнуть по этой теме. И поэтому я вполне могу понять врача Егорова и сказать, что я точно так же напарывался на то, что говорит Борис Цацулин, но, к сожалению, у него есть чем это опровергнуть. Тем, что он раньше это говорил миллион раз. И типа он не может из видео в видео повторять, что БЖУ тоже важны и так далее. Ну, вот эти все моменты. Поэтому я думаю, что да, если не брать самые крайние варианты, когда человек потребляет только белки, либо только жиры, либо только сахар, то, в принципе, мысли, которые доносят Цацулин, они максимально корректны для общего применения людям. Вот такой момент. А в идеале, конечно же, на этом на всем не стоит останавливаться и рассматривать свой рацион дальше. БЖУ, потом количество микроэлементов в составе этого БЖУ и так далее. Вот. Поэтому давайте дальше смотреть. Я здесь прекрасно понимаю просто, почему это сразу не находится на поверхности. То, что говорит Цацулин, нужно реально отсмотреть все его видео на канале, чтобы понять, что он это имеет в виду, что он это знает прекрасно, что он это учитывает и так далее. Но просто он не может это говорить почему-то из ролика в ролик. Двигаемся дальше. Борис сделал замечание по поводу того, что я высказался вот в данном кадре. Вот посмотрите. Человека не садили на исключительно сахарную диету и хотя бы там на несколько месяцев. И может быть проводили, я не знаю. Ссылку дайте, будет интересно почитать. Такие исследования тоже проводились. И для того, чтобы их найти, достаточно в одной первой строчке гугла вбить правильный запрос. И такие исследования проводились, кстати говоря, в фашистской Германии. Значит, вы поняли, что я высказался по поводу сахарной диеты высокоуглеводной. И тут Борис парировал, что надо просто уметь пользоваться гуглом, надо просто пользоваться поисковиком. Правильно, доктор. Вы этого не умеете. Это говорит об вашем низком уровне подготовки. И что делаем то, что нам порекомендовал Борис? Переходим по первой ссылке. Я ее оставил как раз под этим видео в описании. И там исследования на мышах. На мышах, а не на людях. О чем говорил я. И дальше ссылки также идут исследования на мышах. Но самый прикол в том, что там диета высокоуглеводная, низко жировая и низко протеиновая. Она мышам улучшает здоровье. И в этих исследованиях предположено, что для людей будет примерно тот же эффект. То есть высокоуглеводная, низко жировая, низко протеиновая диета это хорошо для мышей. Но не для людей. Это на мой взгляд. А в исследовании говорится, что даже профилактика Альцгеймера, там различных энцефалопатий и так далее, быстрого старения мозга, увеличение метаболизма и так далее. То есть это круто, да. Ну вот сахарный диабет, которого сейчас очень много, демонстрирует, что как-то, наверное, не совсем все так, как в этих исследованиях. Все-таки мы не мыши, да, интерпретировать исследования на мышах, на людей не совсем корректно. Очень. Так, давайте вот с этим тезисом теперь определимся. Я думаю, вы услышали. Посмотрим как раз эту часть в ролике Цацулина, чтобы проверить, что все так и было, в принципе. Что ничего врач Егоров не приврал. Поехали. Комментарии. Таких исследований никто не проводил. То есть, да, человека не садили на исключительно сахарную диету и хотя бы там на несколько месяцев. И может быть проводили, я не знаю. Ссылку дайте, будет интересно почитать. Такие исследования тоже проводились. И для того, чтобы их найти, достаточно в одной первой строчке Гугла вбить правильный запрос. И такие исследования проводились, кстати говоря, в фашистской Германии. И для того, чтобы их найти, не нужно просить зрителей. А это уже говорит об уровне подготовленности моего оппонента. Вот есть исследования. Как я уже сказал, исследования одно другому противоречат. Различные результаты получаются и так далее. То есть, то же самое по низкоуглеводным диетам можно найти куча позитивных исследований. Итак, давайте проверим тезис врача Егорова и Бориса Цацулина. Я ввел сюда ровно то, что попросил ввести Цацулин, чтобы найти эти исследования. Жмем поиск. То есть, ну, Гугл у меня стандартный. Так же, как у всех работает. Давайте попытаемся открыть все ссылки. Первые, по крайней мере. И почитаем, о чем там речь. Периодическая диета с низким содержанием белка и высоким содержанием углеводов дает сильное, но временное улучшение метаболизма. И здесь мы видим, что действительно на мышах. Ну, то есть, вот мыши. Как бы листаем дальше. Мы видим, что результаты значительно увеличил у молодых взрослых мышей среднего возраста. То есть, речь идет исключительно про мышей. Следующая вкладка у нас, по сути, тоже мыши. И следующая тоже мыши, но это то же самое, в принципе. И здесь, насколько я понимаю, тоже, скорее всего, все будет про мышей. В плазме мышей. То есть, ссылаются на мышей, по факту. И, ну, было бы проще, если бы Борис Цацулин просто показал, ну, показал это исследование, вывел его на экран про фашистскую Германию и так далее. Потому что сейчас мы ничего не можем увидеть. Вот здесь, опять же, у мышей. То есть, та же самая ситуация. Все, что выдает, это мыши на первых страницах. И поэтому он дал некорректный запрос, во-первых, потому что, ну, может быть, он его на ходу просто даже не проверил, просто так сказал на шару. Ну, потому что, как можно проверить этот тезис, если тут огромное количество результатов? То есть, неужели мне нужно 10 страниц пролистывать, чтобы найти то исследование из фашистской Германии, о котором говорил Цацулин? То есть, по факту, врач Егора в данном случае прав. Ну, здесь ничего нельзя сказать, как бы никак не прокомментировать этот вопрос. То есть, либо нужно было просто вывести на экран и показать, что вот это исследование, как бы, и вот там это делали. Да, чисто сахаром кормили людей. Но, когда кормят мышей таким образом, эти результаты нельзя переложить на людей. И действительно было опровержение, много опровержений по этому поводу. Что, в принципе, повышенное количество углеводов в рационе, там, до 90, но это тоже не есть хорошо. И с этим никто спорить не будет, я думаю. По крайней мере, ни для здоровья, ни для чего. И здесь я отдаю балл заслуженно врачу Егорову, как бы, этот тезис был за ним, 100%. То, что сказал Цацулин, от, наверное, того, что он не подготовился достаточно и так далее. Ну, давайте вот досмотрим до конца этот фрагмент, всё-таки, который был у него в ролике. Давайте. Доктор говорит, что можно найти разные исследования и сам приводит пример своей подготовки к выпуску материала. Подтверждение гипотезы, когда кажется, что я прав, я думаю, что это так, и я найду исследования, которые подтверждают этот принцип. В этом исследовании, кстати, подтвердилось, что на кето уровень инсулина значительно больше упал у людей, чем на углеводном питании. Но вот потери жира были одинаковые. И тоже исследование исследованию рознь, как показывает практика. Ошибка подтверждения гипотезы – это стандартная логическая ошибка, которая присуща очень многим исследователям. И это не совсем даже ошибка. И как показывает практика. Но всегда нужно искать опровержение гипотезы. Ну да, можно искать опровержение, но здесь я не буду отдавать никому балл, в принципе. Потому что, ну, как доказать, что врач Егоров предвзят больше, чем Борис Цацулин? Оба человека могут быть предвзятыми. То есть у обоих есть определенные шаблоны питания, которые они на себе тестируют. Поэтому, кстати говоря, Борис Цацулин очень-очень жестко прошелся по веганству и вегетарианству. А был ролик опровержения от одного блогера, который я, кстати, рекламировал. И там, в общем-то, были разобраны все эти моменты детальные. И в большинстве случаев Борис Цацулин действительно там ссылался на такие же исследования, как сейчас. То есть, ну, смотрите, что было у мышей от такого питания. Ну, хотя там по большому счету на людях, допустим, исследования не показывали ухудшение здоровья и всего прочего. А он результаты перекладывал с мышей на людей. Поэтому тут, может быть, предвзят и врач Егоров, который сейчас сидит на кето-диете. И предвзят, может быть, Цацулин, когда он это опровергает. Поэтому никому не отдаю данный голос, ну, вот по этому тезису. Давайте смотреть дальше. Переходим снова к врачу Егорову. Ну, ладно, друзья, давайте посмотрим дальше. Вообще, на этом уже можно было бы остановиться. То есть, у меня начались отписки. Там, может быть, человек 200-300 отписалось. Сейчас сложно отследить вот этот вот момент. Ну, я бы не сказал, что это слишком много, но это сработало. Посыпались гневные комментарии, что я такой сякой, что Борис светило 21 века. Самый классный блок по питанию и диетологии. А тут какой-то доктор-недоучка. Потому что у меня нет монтажа, у меня нет красивой картинки, у меня нет прописанного сценария. У меня есть где-то слова паразиты. Часто я снимаю все свои ролики одним дублем. У меня большая загрузка на основной работе. И так далее, и тому подобное. То есть, блог это мое хобби. И, конечно же, конечно же, в данном контексте я могу сказать, что РЕН-ТВ это канал Бориса. Потому что там есть все атрибуты телевизионного вот такого формата. Красивая картинка, монтаж, сценарий, яркие вставки, переходы, музыка. Четко прописанный сценарий. И плюс еще Борис от ролика к ролику у него есть уже динамика по интонации. То есть, он в последних своих роликах напористо и категорично подает эту информацию. Чтоб у человека не возникло никаких сомнений о том, что Борис прав. Что он говорит правду. То есть, очень уверенная такая подача информации. Калории, друзья, это то, что вы должны считать. Калории, это то, что жизненно необходимо. Ну, вот здесь, вот тут, увидите сейчас. Отслеживание калорий, это жизненно важный процесс. Следующий, третий момент. Ну, тут я никак не буду комментировать. Подача это дело каждого, в принципе, блогера. То есть, кто как подает. Кто-то хочет вкладываться в монтаж, кто-то не хочет. У кого-то есть возможности, у кого-то нет. У кого-то есть загруженность, у кого-то нет. И все прочее. Тут как бы личное дело каждого. Я не думаю, что если у него подача суперкрутая, то он делает что-то неверное. Но, в принципе, это и не аргумент со стороны Егора. Это просто его рассуждение. Поэтому, как на тезисе, я заострять внимание не буду. Давайте, последний тезис, по-моему, насколько я помню. Давайте его послушаем. Это то, что Борис, по ходу ролика, обвинил меня в том, что я украл у него всю ту информацию, которую говорил, когда делал обзор на его последний ролик про углеводы. Но, друзья, хочу заметить. Я делал обзор конкретно на один ролик. Конкретно на последний ролик. Конкретно разбирая фразы из последнего ролика. На что Борис вообще гениальный сделал ход. Он сделал нарезки из своих роликов двух, трех, пятилетней давности, где он говорил что-то подобное и сказал, что я у него украл. Друзья, но я вам хочу сказать, что мой стаж суммарно, когда я начал тренироваться, изучать, как работает наше тело, как оно реагирует на нагрузку, на питание, 14 лет назад. 14 лет, друзья. А шесть лет назад я закончил медицинский университет, в котором учился также шесть лет и еще год интернатуры. И после этого я уже отработал врачом шесть лет. Сейчас вот я летом было, да, шесть лет. И Борис хочет сказать, что я эту информацию украл у него. Удивительно, что он не сказал, что это он изобрел вот все вот эти знания про калории, про БЖУ, про гормоны. Удивительно, человек, который, ну просто блогер, который просто берет, изучает информацию, то есть он самоучка, я ничего против этого не имею. Пожалуйста, любой человек должен самообразовываться. Не важно, где он учился, в университете или нет, но он способен и может самообразовываться. Университетское обучение также подразумевает самообразование. Но мне, так как мне было интересно работать собственным телом, я постоянно самообразовался. Я черпал эту информацию из разных источников. Из медицинских учебников по эндокринологии, из каких-то форумов, статей, сайтов. То есть я перерабатывал постоянно и продолжаю это делать большой объем информации. Но Борис сказал, что он гений, я у него все украл. Ну это просто фейспаум, друзья. Так, давайте послушаем, было ли такое в оригинале, потому что вставок здесь не было. Давайте смотреть. Состав питания можно оценивать разными способами. Один из показателей – это калорийность. Другие показатели – это пропорции нутриентов, количество углеводов в граммах, белков в граммах, жиров в граммах. Калории – это надстройка над ними, это продолжение и раскрытие подробной энергетической ценности этих нутриентов. Запутанная история. Как это верно, Ватсон? Который так обнаглел, что сначала без ссылки на меня пользовался моими концепциями, а затем еще и снял клеветнический ролик. И если представить, что наш оцион будет состоять из 100% количества сахара, там условно 2000 ккк, то все равно человек будет терять. Зачастую, особенно на жестких диетах, на серьезных дефицитах, это потеря мышечной массы. Терять прежде всего мышечную массу. Чуть реже встречается и потеря костной массы. Иногда костную массу, массу внутренних органов он будет терять. И это встречается на низкобелковых диетах, в которых отсутствует достаточное количество белка и микронутриентов, необходимых витаминов и минералов. Потому что он с сахаром не получает никаких нутриентов в плане как пластического материала, то есть это белки и жиры, и холестерин, так и в плане там жирорастворимых и других водорастворимых витаминов. Ты пойман за руку, как дешевка. Но тут дело не в гормонах. Тут дело не в гормонах. Для этого воду это избыточная отечность, это нормально. То есть сначала уходит вода, потому что опять-таки начинает нормализовываться гормональный фон, благодаря тому же снижению инсулина. И ура, у нас стрелка на весах стремительно падает. И это магия или волшебный свист. И на самом деле никакой магии здесь просто нет. Кортизол снижается, вода идёт на слив. Тот же кортизол. Поэтому инсулин не нужно списывать со счетов и говорить, что он не важен. И об отёках я рассказывал вот подробно здесь. О том, как это работает, как задерживается вода в организме. Инсулинорезистентность – это проблема 21 века. И сахарный диабет второго типа – это… Риском развития диабета второго типа и эпидемии ожирения. Последние исследования наглядно демонстрируют потребление сахара в Китае. И, кстати, тот же Китай. То там очень много диабета. Более того, процент жира в теле увеличивается с возрастом, а процент мышечной массы снижается. Вроде как индекс массы тела остаётся одинаковым, но уже совсем не так. Они могут вписываться в нормальный индекс массы тела, но у них будет висцеральное ожирение и будет диабет второго типа при нормальной массе тела. Дешёвый вор и, главное, лжец. Мистер Пеппердайн, стетоскопы приличной манеры не делают меня врачом. Я мошенник, а вы дебил. Когда людям говорят, что, ну, меньше ешьте, калории на первом месте. Окей, калории на первом месте. Они просто начинают тупо меньше есть, реально. То есть они урезают и белки, и жиры, и углеводы. Вот у него был такой завтрак стандартный, там, обед, ужин. Всё, он стал, переполовинил, например, то, то, то. Он испытывает чувство голода, он ест меньше. Ему не сказали, что уменьши углеводы и увеличь белки и жиры. Потребляйте достаточное количество белка. Первый пункт. Белок крайне важен в процессе потери жира по нескольким причинам. Повышенное потребление белка во время высокоинтенсивных нагрузок либо низкокалорийной диеты, чтобы сохранить мышцы. Ему же так не сказали. Вам нужен дополнительный источник протеина? Вы набираете вес, сбрасываете вес или пытаетесь контролировать своё пищевое поведение? Протеин CMTEC, протеин, который мы выпускаем. Даже рекламу влепил. Даже рекламу белковых смесей и наших замечательных батончиков. Ему сказали, что калории подрежь. А тут Борис говорит, что... Ну, давайте так. Объективно мы услышали информацию и от Цацулина, и от Егорова. Что я могу сказать? Что Цацулин в данном случае сделал удар ниже пояса. Это первое. Он просто притянул за уши вот эти вот все совпадения из его роликов, которые там были когда-то выпущены. 2014-2016 год, 2018 год. И те ролики, которые были выпущены Егоровым в 2020 году. Почему я считаю, что он притянул за уши? Потому что дословно, вот точности в словах, во-первых, не было. Во-вторых, это получается, что... Ну ладно, если бы у нас ролики были идентичными по содержанию. То есть он в одном ролике взял кучу совпадений и сравнил с другим роликом. Но когда он таким образом миксует, берет 5 своих роликов, частично вырывает какие-то фразы и сравнивает их с тем, что Егоров говорил в одном ролике или там в двух разных роликах. Но по-моему это какой-то бред. То есть понятное дело, что вся информация, которая есть, она уже была когда-то сказана. Нельзя ничего сказать сейчас, чего не было сказано ранее. Ну кроме каких-то самых свежих исследований. То, что недавно открыли, допустим. И то я сомневаюсь, что такой информации много. Но по факту то, что говорил Цацулин и то, что говорил врач Егоров, имеет минимальное количество совпадений. И более того, эта информация может быть получена абсолютно из разных источников. Я тоже говорил, скорее всего, почти всегда то же самое, что говорил и Цацулин, и врач Егоров. Потому что эта информация общедоступная. И в принципе ее может получить любой абсолютно человек. Те, кто читают постоянно новые и свежие исследования, постоянно говорят практически одними и теми же словами. Потому что мы оттуда берем все эти формулировки и так далее. И литература, она вся похожа. Она всегда на что-то ссылается. И, конечно же, мы можем это все перенимать. Это очевидно. И когда Борис Цацулин таким образом утверждает, намекает на то, что врач Егоров как бы всю его информацию сейчас в 2020 году пересказывает, и типа ей еще пытается его же слова опровергнуть. Но это бред. Тут я отдаю сразу балл Егорову, потому что он по факту прав в этом. То есть, нет там, я не заметил никакого плагиата. Абсолютно его не было. То есть, это абсолютная каша, вырванные какие-то фразы, которые чуть-чуть похожи на фразы врача Егорова. Типа, что, врач Егоров смог в 2020 году выучить все, что Борис Цацулин говорил с 2014 по 2020 год в разных роликах, что серьезно, и потом он в одном ролике это выдает и опровергает слова Цацулина? Что за бред? Ни один человек не запомнит информацию из 30 роликов и вот так ее не сформирует. Но если он вообще не разбирается в теме вопроса, то есть, это абсолютно невозможно. Скорее всего, врач Егоров так не сделал. Но это невозможно, короче, я вам так скажу. Это вообще бред сумасшедшего. То есть, притянутый за уши аргумент. Поэтому врач Егоров здесь получает заслуженный свой балл. Давайте смотреть последний момент. Тут у Цацулина закончили все его тезисы. В принципе, все. Дальше он разбирает абсолютно другую тему. Егоров при этом продолжает. Давайте послушаем. Ну и, соответственно, последняя вишенка на торте, я бы сказал, о чем я хочу поговорить, это немножечко сменить акцент с его блога, из той информации, которую он подает, на то, а кто такой Борис? Кем он является? Ну, позиционирует он себя как один из самых крупных интернет-ресурсов по нутрициологии и диетологии. В инстаграме у него написано нутрициология, диетология. Журналист научный Борис Цацули. Ну, давайте посмотрим на самому Бориса. Борис, Борис, это кто с точки зрения тела, с точки зрения физиологии, с точки зрения здоровья, с точки зрения внешнего вида? А я вам скажу, друзья, кто такой Борис. Борис, это типичный скинни-фэт. Скинни-фэт. Да, друзья. Жирный дрищ. Вот так-то, да? Вот это поворот! То есть, прослеживайте идею, самый крупный канал по нутрициологии, ведущий, который позиционирует себя как гуру, является жирным дрищом, друзья. Дрища, который учит, как питаться, является жирным дрищом. Мало того, что он является жирным дрищом, так у него еще есть и висцеральное ожирение. Посмотрите на вот эти кадры. Обратите внимание на живот Бориса. И снова, и об этом говорят масса исследований. Это доказанный факт. Люди переедают, когда на самом деле думают, что едят меньше. Знание о калориях не устраняет факт наличия ошибки. Посмотрели, друзья, да? Круто! А знаете, как я увидел этот кадр? Совершенно случайно. Я увидел в комментарии, один комментарий такой, девушка написала. Про калории рассказал мальчик, у которого под футболкой выпирает живот. Друзья, и тогда я обратил внимание на этот живот, друзья. Ну как, 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 Борис? Борис, помоги себе сам. Помоги. Продемонстрируй, что ты те знания, которые ты транслируешь на большую аудиторию, ты сам пользуешься ими. И причем я не говорю, сделай там из себя качка там, Аполлона. Не надо, Борис. Просто продемонстрируй, что, например, к лету ты можешь сделать форму. Вот, друзья, у меня была такая жирная форма, потому что у меня там было много бизнеса, дел и так далее. А вот я сейчас вот посчитал калории, вот у меня типа так было, и я сделал форму. Но что делает Борис? Обратите внимание, во всех роликах Борис в закрытой одежде. То есть у него какая-то футболка с длинным рукавом, достаточно толстая толстовка, даже может быть куртка, как правило, наверх. Какой-то балахон или еще что-то, рюкзак. То есть такой, знаете, типичный, типа, ботаник-ученый в очках с интеллигентным видом. Но под этой всей одеждой жирный дрищ. Это то тело, от которого большинство парней и девушек хотят уйти в 21 веке, хотят избавиться от этого, когда мало мышц, но при этом много жира. Но под одеждой человек вроде как не толстый. Я про это уже говорил не раз. Скини фэт. Что пишет Борис? Что пишет Борис? Значит, друзья, Борис пишет, что у него дисплазия соединенной ткани. В связи с этим у него сколиоз третьей степени. Он не способен поднимать тяжелые веса. И ему это не надо, как он говорит. Ему не нужен атлетизм. Дальше. Про низкий процент жира. Борис пишет, что на низком проценте жира у него падает иммунитет и ухудшается здоровье. Борис, так от тебя и никто и не требует, чтобы ты был постоянно в сухой форме, как мэнс-физит. Ты просто покажи периодически людям, клеток, что ты делаешь форму. Но нет, Борис, практически на всех своих видео, везде в инстаграме, он максимально в закрытой одежде. На всех интервью. Он максимально в закрытой одежде, друзья. И только в последнем ролике, когда он делал на меня обзор, он пришел в маечке. И что мы видим в этой маечке? Жирный дрищ. Худые жирные ручки. Поэтому, друзья, я сегодня специально одел маечку, чтобы тоже, знаете, попонтоваться, показать, продать себя. Можете это так воспринимать? Я хочу себя продать, да. На самом деле нет, друзья. Просто. Вывод здесь простой. То, что делает Борис, для него, ему нахрен это не надо, понимаете? Он просто бизнесмен. Для него важно продать свой бизнес, продать картинку, сделать шоу, чтобы people have it. Короче говоря, данный тезис дискредитирует по большей части врача Егорова. Не из-за того, что он использует какую-то ненормативную лексику или там оскорбление, переходит на личности и прочее. Это все без разницы сейчас. Суть в том, что он использует аргументу матхоменем, что недопустимо делать, если ты не дилетант. То есть, этим самым ты дискредитируешь только себя. Когда ты ссылаешься на какое-либо свойство, присущее конкретному человеку, не обращая внимания на его тезисы, которые он озвучивает, не опровергая его аргументы, а критикуешь именно автора за что-то, что он там, ну что у него что-то не такое, да, у него научная степень не та, или у него мышцы какие-то не такие, без разницы. Любое свойство предмета это попытка увести внимание зрителей или самого оппонента от его аргумента. Есть целое семейство подразделений подобных логических уловок под названием аргументум от хоменем. Их целая куча на самом деле. И все они направлены на то, чтобы не опровергать аргумент оппонента, а всматриваясь в свойства конкретно оппонента, показать, почему его аргументы недействительны. Например, если Гитлер плохой, то значит все, что он поддерживал является плохим. Например, то, что Борис Цацулин имеет лишний вес, значит то, что он говорит про калории не работает. Или, например, то, что Борис Цацулин эффективно преподносит информацию с качественным монтажом и прочим, а значит эта информация сама по себе не имеет ценности, потому что он ее хорошо преподносит, а значит любая информация, якобы преподнесенная правильно, может восприниматься как правда. На самом деле это тоже логическая ошибка, потому что как некорректная информация может преподноситься хорошо, так и абсолютно корректная информация может преподноситься хорошо. И здесь нету никакой логической обоснованности опираться на аргументом от хоменем, как на что-то действительно стоящее, ну в каком-то околонаучном споре. В личном конфликте безусловно это работает. Чтобы сместить фокус внимания аудитории приподнести это как аргумент это безусловно конечно же работает, потому что люди любят попадаться в разные логические ошибки, в разные когнитивные искажения и так далее. Это никто не отменял, поэтому большая часть людей это будет воспринимать все равно как аргумент за, хотя на самом деле это как я уже сказал всего лишь логическая уловка. Если бы конкретные свойства человека могли рассматриваться как аргумент за ту информацию, которую он выдает, то в общем-то мы могли бы безусловно на 100% доверять каждому человеку с научной степенью, что бы этот человек при этом не городил. И то, что сам Борис Цацулин не действует согласно собственным советам и собственным тезисам, не опровергает к сожалению никак его тезисы и не делает их недействительными. Он может им следовать, может не следовать. Поэтому опять же это всего лишь логическая уловка. Уж извините. И когда я использую данный прием во многих своих видео, обратите свое внимание. В видео с Виталием Даном, когда он сказал, что у него суперкрутой прогресс за 2-5 лет, я привел ему как контраргумент свой прогресс, но я сделал это не для того, чтобы своим аргументом покрыть его аргумент, а для того, чтобы показать, что его аргумент о его прогрессе никаким образом не перекладывается на те знания, то есть нужно оценивать именно ту информацию, которую тебе доносят, именно ее пытаться опровергать. Когда человек приходит таким образом на личности и пытается за счет того, что отводит фокус внимания на оппонента, опровергнуть его информацию, он таким образом может дискредитировать только себя. Я понимаю, что на массе Ютуба это прекрасно работает, но все-таки я хочу сказать, что это неправильный подход. И многие, наверное, меня упрекнут, что когда я критикую Ковалькова и говорю, что его диплом не действительно, я таким образом делаю абсолютно то же самое. Нет, это работает только в том случае, когда Ковальков при этом, приходя на любую передачу, приходит и говорит, что я доктор медицинских наук, и в начале каждого его интервью это звучит, что у нас доктор медицинских наук перед нами. А значит, это заранее отлично настраивает аудиторию в пользу него. Несмотря на то, что его хейтят последнее время все и везде, но все-таки он таким образом может предрасположить абсолютно любых людей просто данным тезисом. И я показываю, что он недействительный на самом деле. Как раз для идиотов я делаю оговорку, что по факту не важно было бы, имеет ли он доктора медицинских наук, если бы он говорил достоверную, качественную, полезную информацию. Вот и все. И таким образом я тоже опровергаю то, чем он пытается козырять в любых интервью, чтобы показать, что он суперкомпетентный человек. И если бы Борис Цацулин делал то же самое и в каждом своем видео или в каждом интервью присваивал себе какой-то липовый статус, либо он приписывал себе какие-то достижения, ну или говорил бы смотрите какая у меня форма, и я этого добился благодаря вот этим вот знаниям о калорийности и обо всем прочем, то я бы тоже сказал, что это не аргумент, к сожалению, он несостоятелен. И тогда я бы сказал, да, врач Егоров молодец, что ты это все опровергаешь. Но Борис Цацулин ведет себя более чем скромно, и он нигде не показывает свои достижения какие-то, ну, как аргумент в пользу себя, по крайней мере, он это так не демонстрирует, ну не знаю, может быть я чего-то не заметил, но по большому счету у Бориса Цацулина нет никаких липовых дипломов и всего прочего, то есть он не присваивал себе никогда какие-то звания, которые он по праву не заслуживает иметь, ну то есть там журналист, ну что такого журналист, журналист это никакая там не супер привилегия и так далее, поэтому у Бориса Цацулина в данном случае как раз таки нету и не было никогда фактически никаких отсылок к своему статусу, то есть это уже напридумывали люди по большому счету, которые его разбирают, у него как раз таки более чем скромно все обстоит, он никогда не скрывал, что профильного образования в этой сфере у него нет, поэтому данный аргумент абсолютно недействителен, и я балл отдаю все-таки Борису Цацулину, кто-то может быть с итогами согласен, кто-то не согласен, пишите обязательно об этом в комментариях, делитесь данным видео с друзьями, в принципе на этом все, с вами был Йети, до новых встреч!